Лос-Анджелес. Там объявили претендентов на премию Оскар. Это пока не итоговые номинации, давайте оговоримся, но уже шорт-листы. Несмотря на то, что российских фильмов, как таковых, там нет. Более того, не так давно Россия вышла из Оскарского комитета с традиционными словами про навязывание чуждых ценностей, засилие ЛГБТК, пропаганды. Ну, фильмы про Россию все равно там фаворит их. Вот тебе и канцел кауча. Как минимум документального блока номинаций, там они точно есть. В нации лучший короткометражный документальный фильм – картина Анастасия. Его автором стала британка Сара Маккарти. Европейская премьера картины прошла в Вильнюсе 28 октября. Кстати, мы там были. Напомним, что Настя Шевченко была членом Федерального совета движения «Открытая Россия». В начале 19-го года против нее возбудили уголовное дело. Первое в России по статье о сотрудничестве с организацией, которая признана нежелательной. Речь была об одноименной британской организации, связанной с основателем открытки Михаилом Махатарковским. Анастасия Шевченко с нами на прямой связи прямо сейчас. Анастасия, добрый вечер. Во-первых, мы тебя поздравляем, конечно. Это очень круто, очень здорово. Мы просто увлеклись рассказом, потому что мы, наверное, посмотрели ленту, но хотели показать трейлер нашим зрителям. Посмотрим и вернемся к обсуждению. Все, что я сейчас говорю, может привести меня к тюремному сроку. Важно рассказывать эту историю именно сейчас. Анастасия Шевченко винили в том, что она участвовала в деятельности движения, которое представляет угрозу для безопасности государства. Я потеряла свою дочь именно из-за этого режима. Они сказали, что это моя вина. Она промерла одна. Ссори. Я чувствую, что за мной следят. Я знаю, что следят за мамой. Рассматривать это как преступление мне в голову не приходило. Мы едем проститься с Алиной. Приняли решение, что мы развеем прахты на Черном море. Нужно дальше бороться. Это страшно, но это не значит, что нужно останавливаться. Настя, вот про ваши слова, про нужно дальше бороться. Мы знаем, что в России правозащита полностью разбомбленное, выжженное поле. Все уничтожается, вплоть до московской хельсинской группы, которая оказалась просто уже такой фундамент, который невозможно разрушить. Вот эти номинации фильмов вашего, фильма про Навального, насколько это может помочь? Насколько международная глазка, где есть свобода слова, насколько это может помочь российской правозащите хоть как-то, хоть чем-то? Спасибо за вопрос. Мне кажется, что эти документальные фильмы, вообще программа документалок и коротких, и полнометражных, это как раз своего рода активизм, который иногда работает намного лучше, чем даже если ты вышел на площадь. Во-первых, после каждого показа состоится такая сессия вопросов и ответов, когда ведущий задает вопросы и аудитория задает вопросы. И ты напрямую общаешься не где-то в кулуарах с европейскими и американскими политиками, а ты общаешься с их избирателями, с живой аудиторией, что очень важно. И они очень живо реагируют на самом деле. Каждый раз, когда смотрят фильм, а мы уже 14 показов, по-моему, провели, или 15 даже, и каждый раз люди в шоке, потому что для них это что-то труднообъяснимо, не может быть такого, чтобы за митинг продержали два года под домашним арестом и еще потом дали условный срок, и теперь еще и заочно посадили и объявили в розыск. И мне кажется, что задача этого фильма, так же, как и фильма Навальный, мы вместе были в программах кинофестивалей, это показать, что внутри России есть сопротивление, что мы сопротивляемся режиму внутри России, за ее пределами, что есть люди, которые пожертвовали своими семьями, временем, проведенным семьями. Сейчас они сидят в тюрьмах, не видят детей своих, как они вырастут. Володя Карамурза, Навальный, Яшин, Пивоваров. Люди разлучены со своими друзьями, семьями, они сделали этот выбор, но они идут против системы. И моя задача, когда мы приезжаем с премьеры этого фильма, с показом фильма, я говорю каждый раз о том, что в России активисты сопротивляются режиму, и сейчас сопротивляются, и сейчас выходят люди на площади. Но это главное. Еще я говорю о том, как важно иногда сделать выбор, когда ты мама, пойти на площадь, отстаивать свои интересы, интересы своих детей, права своих детей, или же остаться дома и в глазах пропаганды, остаться хорошей матерью, или в глазах правоохранительных органов. Но иногда приходится этот выбор делать, к сожалению. И вот эта история о том выборе, который сделала я. Мне очень нравится реакция зрителей на Западе. Ты знаешь, сейчас очень много разговоров идет о том, что русские вообще в целом не очень-то и нужны Европе, не очень-то и нужны Западу. О том, что идет не только отмена русской культуры и всего остального, но и процессы, которые мы видим на примере телеканала «Дождь». Когда ты должен безоговорочно во всем целиком поддерживать Украину, должен быть максимально про-украински настроенным и про-европейски, и при этом как будто просит несколько зажать уровень громкости на каких-то российских проблемах. Не сталкиваешься ли ты с этим? Сейчас, например, Владимир Пастухов, мой воскресный визави, я об этом написал большую статью в издании «Новая газета Европа», и там три такие группировки, он вычленивал русских, которые живут в Европе. Одни это те, которые всячески пытаются расстаться со своим российским прошлым, другие, которые наоборот его всячески пестуют и выпячивают, и третьи, которые сохраняют молчание и как-то все переживания несут внутри себя. Я скорее просто объяснил, откуда взялся этот вопрос. Да, я сама долгое время думала, какой группировке я принадлежу. Стоит ли все забыть и больше не оглядываться на то, что происходит в России, или продолжать жить российскими новостями и думать о том, что я однажды вернусь и что-то смогу для своей страны сделать. И я все-таки сделала выбор в пользу последнего. Да, очень много таких антироссийских настроений, начинают судить по паспорту. Я каждый раз говорю о том, что поддержка режима или влияние пропаганды на человека никак не связано ни с национальностью, ни с гражданством человека. И это опасно, конечно, судить по паспорту. С другой стороны, мы, те, кто уехал из России, здесь находимся в так или иначе слабой позиции. Я думаю, это будет происходить еще долгое-долгое время. И будем это бремя ответственности за то, что происходит сегодня в Украине, нести. Мне очень импонирует то, что после показа часто подходят украинцы. Обнимают, говорят спасибо. Многие пишут мне в соцсетях. И для меня это важно, как будто бы я себя меньше чувствую виноватой. И я думаю, что для каждого важно. Сейчас на показы приходят активисты российские, уехавшие из России. Кто-то давно, кто-то недавно. И после показа мы все общаемся. И решили учредить такое демократическое движение среди россиян, которые уехали, чтобы вместе помогать украинцам, помогать политзаключенным, выделить основные направления работы, но делать это совместно, живя в разных странах, но, тем не менее, координируя наши действия. Сейчас мы работаем на декларации движения и с подрабочим названием Free Russians Global. Я надеюсь, скоро запустимся. Да, я хотела бы еще, конечно, еще одну удивительную, ну, может, и неудивительную, а логичную особенностью фильма и про вас, и про Навального снимали нероссийские режиссеры. И как они, наверное, вот вы говорили о том, что реакция простого зрителя, когда он видит и удивляется, что можно вот за это, за никакое не преступление, не право нарушения получить такие сроки и столько провести времени под арестом. Как удивлялись режиссеры, которые погружались в историю глубоко? Насколько им вообще приходилось, в частности, вашему режиссеру, объяснять, что это у нас вот так, потому что человек не мог себе даже представить, каково это жить в тоталитарном государстве? Да, когда Сара Маккарти, режиссер фильма, спрашивала меня о чем-то, и я рассказывала ей абсолютно искренне, поскольку у нас такие дружеские отношения, она плакала, я плакала. У нас получился такой слезливый фильм на самом деле. Ну, это трагическая ситуация, по-другому невозможно ее рассказать. Когда случилась война, Сара позвонила мне и спросила, как ты себя чувствуешь? А у меня на тот момент были племянники и сестры, тетя моя в Украине. Я сказала, ну вот как я себя чувствую? Там моя страна напала на моих родственников, и нужно им как-то помочь. Она сказала, давай напишем петицию прокурору России. Мы ее сейчас все подпишем в Великобритании, и они прекратят войну. Да, вот приходится объяснять, что не работает ничего, ни петиция, ни митинг, ничего. Ты просто иногда даже не можешь выйти на улицу, потому что тебя остановят возле машины или в подъезде, потому что они за тобой следят. Через видеокамеры, через телефоны и так далее. И вот эту реальность ужасную, к которой мы привыкли, приходится каждый раз объяснять. Да, это очень показательный пример. Конечно, ничего не говорит о личных качествах или понимании человека, но, очевидно, много говорит о том, насколько в разных мирах мы жили, чтобы просто принимать те обстоятельства, чтобы понимать даже те обстоятельства, которые сейчас есть в России. Анастасия Шевченко, политактивистка, была с нами на связи. Еще раз поздравляем и ждем, конечно, вообще окончательную победу. И болеем, да. Хотите найти общий язык с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, с любым родным человеком или другом? Отправьте это видео им. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на Ходорковский лайв. Это легко и просто. И таким образом и вас, а значит и нас станет больше. Лайк и подписка. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok